Канобу.ру представляет Фрэнк Гиба из Electronic Arts продолжает освещать политику своей компании. Вчера мы рассказали о его взгляде на сиквелы, сегодня на однопользовательские игры. На сайте предстоящей конференции Cloud Gaming USA был размещен документ с интервью Фрэнка. В нем он указал, что за последнее время не дал зеленый свет ни одной исключительно однопользовательской игре. На данный момент все игры, разрабатываемые Electronic Arts, включают в себя сетевые приложения и сервисы, к которым можно подключиться с множества устройств. В пример, Фрэнк приводит FIFA, доступную на 12 платформах, и связанную с Фейсбуком. Новые части Dead Space, Dragon Age, Battlefield A7C продолжат эту политику. Компания Capcom опубликовала годовой отчет, в котором рассказала и о дальнейших планах. Сиквелов будет больше. Главный операционный директор Харухиро Цудзимото заявил, что на данный момент Capcom выпускает продолжение популярных серий примерно раз в 2,5 года. При этом на их разработку уходит 3-4 года. Цудзимото указал, что в таких условиях компания не застрахована на случай провала игр. Поэтому срок разработки ключевых проектов Capcom сократится. Новая стратегия компании отразится на Monster Hunter, Street Fighter, Resident Evil, Devil May Cry, Lost Planet, Dead Rising и других сериях. Любопытно, что для некоторых серий будет разрабатываться несколько сиквелов сразу. Но пока мы ждем Black Ops 2, студия Infinity Ward продолжает работать над Modern Warfare 3. Новая DLC выйдет 13 сентября. Оно получит название Chaos Pack. Разработчики добавят в игру новый режим Special Ops Chaos с бесконечным оружием, огромным количеством врагов и возможностью безлимитного увеличения множителей убийств. Помимо этого, кровожадного режима в игре появятся 4 новые карты для Special Ops и 3 карты для Face Off. Дополнение появится в Xbox Live Arcade и будет стоить 15 долларов. Подписчики Call of Duty Elite получат его бесплатно. На PS3 появился бесплатный патч для HD-версий God of War, Shadow of the Colossus и ICO. Он добавляет играм функционал PS Vita Remote Play, позволяющий запускать их на PS Vita с помощью стриминга видео. Компания по сбору денег на разработку Broken Sword The Serpent's Curse завершилась. Проект собрал 400 тысяч долларов через Kickstarter за 16 дней до дедлайна. Европейская премьера Wii U состоится на Игромире. Об этом сообщается в официальном твиттере мероприятия. Выставка пройдет с 4 по 7 октября этого года. Ну а на Канобу вас ждет. Блог нашего британского корреспондента Мэтью Эдвардса. Рецензии на New Super Mario Bros. 2. И трансляция нового дополнения для Skyrim. И не забудьте поучаствовать в обсуждении нашего материала про 20 главных игр года, если вы этого еще не сделали. На этом все. С вами был Петр. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова